Снова добрый вечер всем. Наша недельная глава – глава Балак. Глава Балак, который, скажем так, народ Израиля как бы в сторонке стоит, все события происходят, скажем так, Всевышний их знает, а мы вообще не словно духом, у нас все хорошо, мы там себе седаем в шатрами и отдыхаем. И сегодня я хочу поговорить о Бель-Аме, о его личности. Причем, я хочу перевести на вещи, которые связаны и с сегодняшним днем, и, скажем так, выучить то, что он делал, что не надо делать, особенно людям, которые стоят, скажем так, на духовных постах, и которые наберут на себя слишком многое, может быть, неправильно это делать. Давайте разберемся, вы поймете, о чем мы говорим. Со временем. Окей. Действительно, то есть, когда мы занимаемся личностью Бель-Ама, то можно заниматься, конечно, его гаданием, мистикой, без связи с пророчеством и так далее, разные вещи. Но мы, в принципе, будем заниматься больше его качествами и интересами, которые толкали на его на теле другие действия, которые он делал. В конце концов, было много интересов. Таким образом, кстати, по поводу Бель-Ама. Мы знаем, что есть, скажем так, некоторый спор между комментаторами Торы по отношению к нему вообще. Допустим, Раши постоянно к нему относятся, скажем так, очень критически, вообще ничего хорошего нет. В принципе, он полностью делает его злодеем и, скажем так, все очень нехорошо у него. То есть, нет ничего хорошего. С другой стороны, Рамбан, Рабимуша бен Нахман, относится к Бель-Аму как к человеку, скажем так, более сложной личности, в которой есть и то, и другое, все это перемешано и так далее. Но мы сегодня пойдем путями Раши. Мы будем к Бель-Аму относиться, что он Раша, злодей и так далее. И нам нужно понять, в чем такая вот плохость, в чем злодеяние этого Бель-Ама, в чем он такой плохой, почему мудрецы, кстати, к нему относятся, то есть, тоже отрицательно, очень сильно. И по-настоящему его, скажем так, негативность проявляется в основном в двух основных вещах. То есть, мы их разберем, из которых мы попробуем, скажем так, понять и смысл, то есть, скажем так, ту идею, которая скрывается в этих двух вещах и по отношению к нашему времени, к нам. Итак, первая вещь, которая очень, скажем так, характеризует Бель-Ама, это его, скажем так, постоянная жажда почета. То есть, получит, называется, ридифат кабон, то есть, погоня за почетом, погоня за статусом. Где это мы видим? Уже, кстати, в начале почти главы мы это видим. Давайте прочитаем. Начинаем где-то с 7 стиха, то есть 22 главы. И пошли старейшины Муава и старейшины Медяна с дарами за колдовство в руках их. И пришли к Бель-Аму и пересказали ему слова Балата. И сказал он им, перенощуйте здесь эту ночь и дам я вам ответ, как говорить будет мне Господь. И остались князья Муава у Бель-Ама. И пришел бог к Бель-Аму и сказал, кто эти люди у тебя. И сказал Бель-Ам богу Балак, сын Цепора, царма Витянский, и так далее, и так далее. И он говорит, вот народ, ну он пересказывает, почему к нему пришел. И сказал бог Бель-Аму, не иди с ними, не проклинай народа того, потому что он благословлен. И встал Бель-Ам поутру. И сказал князьям Балака, идите в землю вашему, ибо не хотел Господь позволить мне идти с вами. Неправильный перевод. Это правильно, но неправильно, он теряет смысл. То есть не дал мне все еще быть идти с вами. И встали князья Муава, пришли к Балаку, сказали, не согласился Беля и Мити с нами. И опять послал Бала князей более знаменитые те, и пришли они к Белам. Они сказали, не знаменитые, а них Бадимми, более уважаемые, чем эти. И пришли к Беляму, сказали ему так, сказал Балак, с лицепора не откажись прийти ко мне, ибо окажу тебе великую почесть, и все, что скажет мне, сделаю, пойди, прошу, прокляни мне народа этого. И отвечал Беляму, сказал рабам Балака, хотя бы давал мне Балак полный свой дом, серебра и золота, и смогу переступить поверение Господа Богу ему, и так далее, и так далее. И вот останьтесь здесь, и выйдет у ночи, и я узнаю, что сейчас скажет мне Господь. И пришли к Богу Беляму, и сказал, ну и так далее. Что мы здесь видим? Раши здесь очень интересно учат вещи. И слов самого Беляма. Что Беляма говорит? То есть не ламаан, или ошем, то есть легалех и махем, то есть недал мне Всевышний пойти с вами. Говорит Раши. Он не дал вам идти с вами, но даст пойти с более великими, уважаемыми вельможами, чем вы. То есть в принципе мы из этого учим, что он слишком сильно задрал нос вверх, то есть возгордился, и не хотел раскрывать, что он дан в руки Всевышнего. То есть да, поэтому сказано и добавил Балак. То есть в принципе Балак понял, с кем у него есть дело. То есть да, человек, которому ему нужно более почести, ему нужно, он не может ездить на министерской простой машине, ему нужно Ауди премьер-министра. То есть да, по этой причине он посылает Балак сары рабиминых бадимер. То есть он многочисленный, более уважаемый. Он понимает. Обратите внимание, Балак и его посланники, точнее сам Балак и сам посланник не упоминают, чтобы не платить Бог. Они присылают дары, то есть разговаривают. То есть да, принесли ему шампанское и сигареты. Вот, прошли поговорить. Платы нет. Что говорит Балак, Балабелям? Даже если даст мне Балак полный дом серебра и золота. Кто-то говорит, что кто-то собирается дать полный дом серебра и золота. То есть в принципе Балам гонится за деньгами и за почетом и уважением. И они делают его слепым. Не видя, чем потом он не увидит ангела и так далее. У него глаза закрываются, не видя из-за вот этого, что он волится. Есть еще одна вещь. Немножко расскажу про Мури Воробе Равамиталь. На одном из вечеров, то есть одним каких-то динерах, не знаю, сказали про него, начали восхвалять Равамиталь. И Равамиталь сказал, он говорит, что Равамиталь сказал про себя. Я, как любой человек, очень люблю уважение и очень люблю почество. Нормально. Я за ними тоже стремлюсь получить. Но я желаю получить, что называется, уважение элегантное. А не грубое. То есть, да, что такое грубое, это прямо вот так, положенное перед лицом, то есть такой лест грубого. То есть Равамиталь должен понять, что он любит. То есть Равамиталь объяснял простую вещь. То есть, да, я человек. То есть, да, и по этой причине я это все люблю. Я говорю, ну, ребят, не надо этого тема, потому что я, как раз, человек. Бильям же требует себе то, что называется, каводгаз. То есть, то, что называется, вот положи мне его. То есть, вырази мне этот почет. Но даже мы, кстати, это уже относится к нам. Даже мы, когда мы не хотим вот такого вот в лицо, и даже в каком-то время вводит нас в замешательство. Какое-то, то есть, ну, когда начинает перед тобой вываливать тонны лести или тонны, то есть, какое-то хорошее, замечательное, прекрасное поуважение. Немножко, допустим, у меня, не знаю, у других вызывает некоторую, как называется, набох на иврите. Немножко чувствую себя не в своей тарелке, назовем это так. Хотя, понятно, я, да, я тоже человек. Я тоже люблю уважение и почести и так далее. Это все хорошо. Я человек. Но это значит нам, то есть, что это нас учит, что мы, люди, которые, мы чувствуем не в своей тарелке, при почестях, уважениях и так далее, когда нас воспаляются и на тарелке, то есть, мы все равно должны быть чувствительны, то есть, что мы таки-да люди, у нас таки-да тоже есть к этому склонность. Допустим, мудрецы Тор очень многие, раввины многие, знаете, что у них есть? У них очень большое, это вообще очень большая соблазн именно вот получить гордыню и гоняться за почестями и всевозможными уважениями. То есть, да, это нормально, представьте себе, вместо раввины, то есть, да, десятки, у некоторых сотни, у некоторых тысячи учеников смотрят им в рот и ожидают любого, что они скажут. Это, получается, почти, скажем, раввиново происходит. У кого-то десятки, у кого-то сотни, у кого-то тысячи. И обычно, что происходит, что в жизни, то есть, да, в его месте у него находятся все эмоции, с ним согласны и так далее, и даже наоборот, тот, кто против него встанет, того заклюют, но иногда это, то есть, допустим, глава Ишива, то есть, да, например, возьмем глава Ишива, то есть, да, его ученики все ему в рот смотрят и кланяются и говорят «да-да-да» и так далее. Но когда он выходит за дверью своей Ишива, вдруг он открывает, что за дверями есть другой мир тоже. И там есть другие ученики, которые с ним не согласны, они ученики других один. То есть, да, и у них свои знания, то есть, и свои идеи, причем они готовы, то есть, тебя выслушать, но они отменяют свои идеи, своих знаний. И как бы это нужно понимать, да. Кстати, здесь в нашем случае про раввинов, когда мы говорим, мы говорим с точки зрения положительных. Раввины люди, это нужно понимать, у людей, у раввинов тоже есть свои слабости, у раввинов, естественно, любой человек, когда у него смотрят ему в рот и так далее, он чувствует себя намного выше и так далее. И поэтому они должны понимать, каждый, не про раввин, допустим, врач, человек, то есть, любой специалист, у которого есть какие-то ученики, которому в рот смотрят и так далее. Они должны понимать, что их статус не абсолютный, потому что за той дверью его ожидает кто-то другой, который не признает его статуса. И для него, ну, знающий человек, все хорошо, замечательно, у меня другие идеи, у меня по-другому учили. И это вдруг становится по-другому, пропорции тоже называются. Итак, вернемся назад к Беляму. Мы скажем, проблема Беляма – это гордыня, это гонение, то, что он гоняется за деньгами, за почтами и так далее. Но самая проблема с гордыней Беляма в том, что она вроде бы заслужена. Почему она заслужена? Обратите внимание, Беляма не просто так ожидает, что его уважают. Даже наши мудрецы уже в Медраше говорят про него. Сказано, то есть, веуде адад пильон, то есть, да, он скажет про себя, мы еще это увидим, что он знает мнение Всевышнего, знает знание Всевышнего. Сказали наши мудрецы, это говорит Медраш Раба в главе Балах. Сказано, что не было еще пророка подобного Муши в Израиле. Почему в Израиле? То есть, да, в Израиле не было подобного Муши, а у народов мира был Белям. То есть, наши мудрецы говорят, что Белям, он уровень Муши Рабэнь. То бишь, Белям прекрасно знает свое величие. Он прекрасно знает свое место, свою цену. То есть, вроде его мнение, то есть, его требования, уважения и так далее, его отношения, оно оправдано. Он действительно этого стоит. Но Аврагам или Муши, когда Тора как раз подчеркивает их скромность, то есть, да, на Муши скажет, на Виш Муши Анавми Кур Адам, то есть, да, Муши, то есть, он самый скромный среди всех людей. То есть, Тора описывает, и именно на фоне того, что у Муши была причина гордиться и требовать особого отношения к себе, но он этого не делал. Он был, наоборот, в обратную сторону, скромнее всех людей. Кстати, если мы уже вернемся к восьмим главам, которым учили на предыдущем уроке, Рамбам написал нам что по поводу средней дороги в восьми главах. Есть, но уже по всему идти по средней дороге, кроме двух качеств, в которых нужно в другую крайность уходить. Это гордыня и это ярость, злость, гнев. Там нету места крайности, то есть, средней дороги. Нужно уходить от них в обратную сторону. То есть, в принципе, запрещено любому человеку гнаться за почетом, требовать слишком сильного вложения и так далее. Но для, скажем так, испытания намного более высокое тому человеку, у которого это, в принципе, уважение, этот почет, этот статус заслуженно, оправданно, то им быть скромными, им не требовать это, это намного-намного больше испытания, чем простому человеку. Какому человеку нельзя гнаться? Вы представьте, когда человек это заслужен, когда я реально, я могу про себя сказать, мне это было, мне заняли годы перебороться. Я знаю, я учился и так далее, и так далее. Почему мне не отдается это? Это глупость. Спасстепенно ты это понимаешь. Почему? Потому что это испытание, это тяжелое испытание. Когда ты знаешь себе цену и видишь, что эту цену никто не видит. Потом ты понимаешь. Твоя цена здесь высокая, да, у меня стенишка. Ну, не абсолютно. Окей. Таким образом, кстати, есть очень интересный момент. Рассказать вам рассказ про Рава Соловейчику по этому поводу. Есть интересный рассказ про Рава Соловейчику. Рассказал Равмош Лихтенштейн. Внук Рава Соловейчика. Говорит, что однажды он был в Америке. И приехал один большой-большой раввин. И остался, скажем так, в гостях у Раба Аруна Соловейчика, брата Рава Соловейчика. Тоже одного из величайших мудрецов Торы. И сам Рав Соловейчик был у Раба Аруна. На тот шаббат, в гостях. То есть он у брата был в гостях. И там очень интересная вещь. Рав Соловейчик был уже тогда, скажем так, раввином общины. Он был серьезным человеком уже тогда. Но он, несмотря на все это, продолжал в будний день ходить в сером пиджаке обыкновенном, в сером костюме. Кстати, раньше тогда, то есть даже хариди мы ходили и в серых костюмах. Он продолжал ходить в сером костюме обыкновенной шляпой. А в шаббат ходил, то есть это, стандартный костюм, шляпа, как полагается. Кстати, будний день час, он вообще без шляпы был. Вопрос в кипят. Так вот, тот рав, который приехал, кстати, без задней мысли, он, естественно, был одет в фраг, раввинская шляпа, то есть туда, чтобы сдалека видели его статус. Кстати, я тоже это ношу, но я долго это не хотел носить. Но мне сказали, что, краснооборот, мне нужно, чтобы видели мой статус. И это не ради меня, а это ради той общины раввин, которой я являюсь. То есть это не для меня, это для того, чтобы уважали общину, то есть через меня, как бы из этого. Не важно. Раф Соловейчик такого не делал, с этим Мурево-Раби тоже, но меня в конце концов сломали многие раввины, которые мне объясняли. Но первые два, даже почти два с половиной года своего раввинской деятельности я не ходил ни во фраги, ни в амбургии и так далее. Вернемся к нашему рассказу. Так вот, Раф Соловейчик, так ему было не важно. То есть они выходили на Минфу, в Шабах, Раф Соловейчик, так ему было не важно. Он, не обращая внимания, взял шляпу, одел на голову, не обращая внимания, вышел, он взял шляпу того, второго, Гамбург. А тот остался без этой шляпы, и он немножко чувствовал себя не в своей тарелке. Это показывает, что это испытание. Он, понятно, что не бегал, ничего и так далее, но ощущение не в своей тарелке появляется. Окей. Короче, мы сказали, то есть у Беляма была проблема с гордыней, с поиском постоянной почеты, с поиском денег и так далее, которые его слепили. И это, мы понимаем, это испытание, которое не только у Беляма был. Это испытание тяжелейшее тому человеку, который заслуженный. Поэтому это испытание у любого человека, который находится на высоком уровне, я говорил про раввина, это может быть не только раввина, профессора и так далее. То есть это очень-очень опасная вещь, которой нужно быть, понимать, что она есть, и даже понимать, что да, ты заслуживаешь это, и нужно с этим правильно жить. И в чем была ошибка Беляма? Теперь, есть, как мы сказали, вторая проблема Беляма. Какая вторая проблема Беляма? Беляма постоянно занимается восхвалением самого себя, как пророк Всевышний. Кстати, то, что у него получается действительно по-настоящему быть пророком, это только в четвертой по-настоящему, а не с первых трех. То есть он, знаете, выходил там, сям, говорит там свои, скажем, проклятия, но не получалось. В конце концов он говорил, пророчества хорошие, красивые народы Израиля. Но три из них он говорил, это не он. Только четвертая от него, откуда мы это знаем? Гмараф Татакис Андрея говорит, Весем давар бифи белям, наскоре сказано, что Всевышний вложил слова в рот Беляма. Гмараф говорит, сказал Рабий Лазар, малах, то есть он в ангела вставил. Вообще даже не Белям говорил, это ангел говорит. А Рабиона говорил хака. Хака это типа удочки, но по-настоящему типа как марионетка. То есть, да, что в принципе Всевышний, то есть, да, имеется, то есть, ниточками использовал для того, чтобы открывать рот этого беляма. То есть он в марионетке в каком-то смысле. Таким образом, то есть, да, кстати, причем белям использует разные, скажем так, ну, как сказать, не сухим, то есть, да, разные построения своих пророчеств, то есть, допустим, в которых он открывает, начинает своих пророчеств. То есть, да, как, то есть его начало, заголовок пророчества, как он начинается. Вот, допустим, обратите внимание, если сейчас немножко, сейчас пройду, вот где он уже пророчествует, в 24 главе, допустим, в 3 пророчестве, смотри, что он говорит. И произнес он притчу свою и сказал, вот речение беляма, сына Беора, и речение мужа прозорливого ока, речение слыша его речи Божьей, который видит видение всемогущего падает с очами открытых. То есть, что здесь происходит? Смотрите, как обычно пророки народа Израиля говорят, комарошем, так сказал Всевышний, и говорил Всевышний, обратился Всевышний, раздействовал, слушает, то есть, я, 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 я. Посмотрите, посмотрите на четвертую, то есть, на четвертую его речь, то есть, четвертая попытка, где он действительно говорит уже сам, и там он добавляет важную, интересную вещь. Говорит Бельам, это мы тут же, 15 стих, и произнес он притчу свою и сказал, вот речение беляма, сына Беора, и речение мужа прозорливого ока, снова повторяется, речение слышащего Слова Божьего, познающего мысли Всевышнего. Йодеа, дат, ильон. Кто видение всемогущего видит, падает, но открыты очи его. Он добавляет для себя, что он Йодеа, дат, ильон, он знает мысли Всевышнего. По этому поводу над ним, скажем так, прикалываются наши мудрецы. Что такое прикалываются наши мудрецы? Они так с сарказмом трактат с ангибрин, 105-й лист, говорят, Йодеа, дат, ильон, знает мысли Всевышнего. Гашта дат, ты мем бейматоро яды. Говорит, он только сейчас, то, что его ослица, то есть его животное, думал, он не знает. То есть, да, он не понял то, что происходит с ослицей. То есть, да, он шел, то есть рассказ, читал главу, знает, что он шел, ослица увидела ангела, начала прыгать, начала бить и так далее. То есть, ты что это ослицом упендриваешься? Пока Всевышний раскрыл ее уста, и она мне сказала, ты что мне бьешь? И только тогда он увидел ангела. Поэтому Всевышний говорит, что он знает это знание, то есть, он такой крутой, он знает мысли Всевышнего, он животного своего смысла не знает. Это так вот относится, да? Но мы должны задаться вопросом, почему Белям себя описывает Юдей, Адат и Льон, знающий мысли Всевышнего. И тут есть очень интересная вещь. Вы знаете, что такая вещь, такое вот, скажем так, явление, оно очень часто происходит у всяких раввинов. Объясню. Например, какой-то раввин, большой раввин, его постоянно задают вопросы по Галахе. И видят, что он, в принципе, дает прекрасные ответы, которые устраивают и которые хорошо кладутся, устраивают всех его слушателей и так далее. Все хорошо, все нормально. Что происходит? Он может по ошибке подумать, что у него из-за этого есть и авторитет, и понимание в других вещах. Например, давайте объясним, чтобы было понятно. Понятно, что есть этические, религиозные вопросы, на которые Тора есть что сказать. Не только по поводу Галахе, законов, не знаю, мяса и молока и так далее. Есть вещи, которые есть, что Торе сказать. Я, например, у себя, мы видим это, когда мы занимаемся, допустим, в нашей встрече Четырюмка Чая с раввином, то есть когда мы встречаемся и так далее, я пытаюсь отвечать то, что Торе есть сказать по разным вопросам. Или я говорю, что этот вопрос не касается Торе. О, и тут очень важно. Дело в том, что, кстати, у раввина может быть знание, понимание и так далее к разным вещам, которые могут улучшить жизнь людей или наоборот предотвратить опасность. И это строится на тараническом понятии. Например, возьмем того же раби Адмора, то есть последнего рэбе Любавича, то есть хаббатского рэбе, то есть седьмого рэбе, который говорил, то есть предупреждал об опасности отдачи территории. И он-то говорил из Торы. Почему это опасно? И почему это нельзя делать? Хотя это политическое понятие. Это важно. Но раввина, умудрецу Торы, нельзя говорить по тем вещам, которые не являются тараническими. Этическими, тогда религиозно-морально. Причем таким образом, что это построит мнение у людей, что его таранические знания имеют какую-то вообще силу или какое-то влияние или какой-то смысл в ответе на эти вопросы. Они нет. Он может делиться из собственного опыта. Если он, допустим, имеет образование, допустим, если он экономист, или если он врач и так далее, то он может, естественно, отвечать на вопросы связанных с медициной или с экономикой, в зависимости от его специализации, знания и так далее. Но это не таранический ответ. Это ответы специалистов. Они не идут из Торы. А иногда то, скажем так, то право ответа на вопрос или решения, которые просят у раввинов иногда, то, что правитам сказал, то есть ты раввин, скажи мне, какую машину купить. Это я знаю. или сделать вложение в бизнес или в сделки, или другую. И он как бы вещает как религиозный авторитет. Или это идет от тех, кто спрашивает, и поэтому он отвечает ему неудобно. Или это идет уже от него. Это очень проблематично. Это плохо. Это неэтично. Это не кошерно. И именно в этом упал Бель-Ам. Что? Когда он описывает себя Юде, Адат, Илью, он знающий мысли Всевышнего. Поэтому его то есть что он пытается сказать? Он все понимает. То, что он связывается и может понимать какие-то вещи. И иногда ему Всевышний открывается и он ведет с ним беседы те или иные другие. Он из этого вдруг понимает, что он теперь все знает. Он знает мысли Всевышнего. То есть по всем аспектам специалистов. Это ошибка. И поэтому над ним можно сказать с сарказмом или с цинизмом относятся мудрецы и говорят ты своего животного мысли не знаешь то Всевышнего знаешь. Ну да. Есть кстати я встречаюсь с многими вещами такими. У меня допустим я встретился с вопросом с изменением имени. Знаете вот изменение имя добавления имени и так далее. Ну да понимает кстати почему. То есть кто-то меня спросит всегда увидит что я очень медленно и очень тяжело соглашаюсь на изменение имени или добавку ему. Почему? Потому что смена имени это не такая простая вещь. Это большое изменение и не только с точки зрения психологической и душевной человека и так далее. Но с точки зрения галактической не все так просто. Меняют имя в очень очень крайних случаях. В очень крайних. Допустим когда человек тотально изменил свою жизнь это уже другой человек допустим один из случаев или когда человек находится в опасности жизни из-за болезни то есть у него опасность жизни и тогда добавляют имя. Но бывали случаи мне встречаются когда какие-то раввины спокойно меняли имя вот ему имя не нравится поменяйте то есть ты назвал ребенка не так как мне кажется поменяйте или обращается добавить имя добавляйте на базе чего ты это делаешь какое право у тебя есть это делать то есть это как бы превышение полномочий которые вообще тебе не был даны я взял лохать я спросил вот здесь вот здесь можно менять имя и все тебе не нравится оно кажется тебе недостаточно хорошее где-то там в кабале что-то сказали это происходит очень не раз не два и не три это плохо я помню когда умирал Рау Ваде находился в критическом стяжевом состоянии нестабильном тогда только решили мудрецы Торы которые украли Ваде добавить ему имя Хай его имя Уваде кстати настоящее имя у него Уваде вы знаете об этом у настоящее имя Уваде Юсеф потому что Юсеф это не фамилия он сделал свое имя фамилией он был Уваде Юсеф Хаим вот и это только когда решили мудрецы большие раввины и только должно у его состояние тяжелого уже нестабильное не раньше потому что это уже опасная жизнь тогда можно менять добавлять не менять и люди берут на себя очень многие вещи которые не их и мы очень часто встречаем людей которые раввины которые относятся к себе как будто они знают дат Илью они знают мысли Всевышнего то есть они дают советы в вещах в которых они по идее не разбираются как в жизни учили кстати в 33% они попадут это в точку более того это с точки зрения возможности с точки зрения статистики это называется истабру то есть вероятности 50 на 50 или да или нет знаете как говорят какой шанс есть вероятность какая какая вероятность встретить динозавра на улице 50 на 50 или да или нет какой шанс нулевой вот как бы вероятность то есть если люди которые берут на себя и относятся к себе как будто они дают они они работают в канцелярии самого всевышнего они объясняют почему произошло то бедствие или другое бедствие или третье десятое пятнадцатая они рассказывают куда Машех придет что сейчас происходит с точки зрения Машеха они знают мысли всевышнего они извините кошку не поймут на улице что ей надо но они знают мысли всевышнего на базе чего непонятно и это то что мы учим из нашей головы это ошибки бельама это то что делало его злодеем гордыня поиски за этой гордыней по почести денег которая отлепляла его глаза он не понимался в конце концов даже всевышнего и видя себя из-за того или другой вещи что ты можешь решать за все ты самый великий специалист который работает и это болезнь которая проявляется в областях разных то есть да есть профессор который болеет и так далее но очень часто этим болеют люди потому что они люди и потому что вот это вот скажем так соблазн в этом очень велик и огромен поэтому что нужно делать нужно учить себя скромности поэтому рамбом восьми главах говорил что гордыня даже нет гордыня скромности посредине ту сторону потому что слишком опасно идти в сторону гордыни и только тогда по-настоящему все происходит все работает и тогда человек знает свое место и не считает что он юдыадат он скажем так становится учеником Авраама и Муше а не учеником Беляама потому что к сожалению есть люди которые постепенно становятся учениками Беляама и дай бог чтобы таких людей было поменьше и чтобы мы сами потому что это соблазн есть у каждого чтобы мы сами не попали в этот просак я сам могу сказать за себя я в этот просак попадал я пытался с этим бороться и борюсь и нужно знать что это нормально естественно потому что я человек и все мы люди и нормальное явление что любой человек хочет чтобы уужали чтобы полюбили чтобы у него была и гордыня у него есть и он хочется чтобы этого было больше и чувства и когда он то есть ему дают такое ощущение что он много знает он начинает понимание такое себе что он все может и все знает это то чему учит наша глава несмотря на то что в этой главе народ Израиля вообще не описан нет никаких описаний никаких голохот все со стороны но в этой главе заложены огромные огромные вещи которые нам могут научить правильно жить и не быть похожими на то что описывается у бель-ам и дай бог чтобы мы этому удостоились так я думаю что на этом все я заканчу урок здесь я заключаю запись всего хорошего до новых встреч до новых встреч